Привет, друзья! Вы на канале Чемоданное настроение с Ольгой Глаголевой. Многие из вас знают, что мы с мужем автопутешественники со стажем. В свое время мы доехали даже до Атлантики. Но сегодня, к сожалению, людям, которые путешествуют на машине, остается только внутренний туризм. Ведь даже для того, чтобы выехать из страны, нужны веские основания. Например, студенческая или рабочая виза, вид на жительство, близкие родственники за границей или лечение. А ведь так хочется! Прелаксировать венгерских термах, послушать венскую оперу, полюбоваться чешскими замками и вспомнить вкус польского журика. Мы решились на авантюрное автопутешествие. Беларусь, Украина, Венгрия, возможно, Австрия, Словакия, Польша и Литва. На улице конец сентября 2021 года. У нас есть всего лишь 14 дней отпуска. Это обычная туристическая шенгенская виза и безумная жажда приключений. Я не знаю до сих пор, что из этого выйдет и удастся ли нам хотя бы выехать из России. Ну что ж, поехали с нами по чемоданям! Почему именно Хевис? Ну, конечно, я могла бы сказать о том, что мы давно мечтали поехать в Хевис, так как мы там не были, хотя до этого посетили десятки городов Венгрии. Но нет, друзья мои, у нас все, как обычно, весело, интересно, креативно и с огоньком. И если бы проводились бы соревнования по скоростному бронированию, то, наверное, я бы заняла там первое место, сильно обогнав соперников. Итак, как же было дело? Стоим мы, значит, на границе венгерской. Перед нами наблюдаем, что там происходит. Перед нами досматривают машину, и мы смотрим, что люди подают, которые в этой машине были, подают какие-то документы на проверку. То есть они подают паспорта и А4 какие-то листы. Коль такой сидит, говорит, блин, а что они подают, интересно, может, нам тоже что-то надо? Я говорю, да ты успокойся, все нормально. Они, наверное, на работу едут, и эти А4 листы, это, скорее всего, их рабочие документы. Он говорит, а мы что будем показывать? Я говорю, как что? У нас же ВИЗ Шенгенская, паспорт покажем, и все. Он говорит, а где мы покажем подтверждение, что мы с туристической целью едем? И тут, знаете, такой должно быть, звук такой. То есть у нас действительно не было никаких брони. Мы ехали на Абу, мы не знали, где мы окажемся. Если честно, я была абсолютно, то есть я настолько была не готова к тому, что мы пересечем Шенген, что у нас даже не было никаких мыслей по поводу того, куда мы можем поехать в Венгрии. И мы такие сидим и думаем, и что делать? А уже впереди нас люди, значит, они уже практически садятся в машину и уезжают. И уже наша очередь. Слушайте, такого скоростного бронирования у меня не было никогда вообще за всю мою жизнь. То есть мы быстро открываем букинг, куда поедем? В Будапеште? Нет, в Будапеште мы уже были. Может быть, Дебрицел, он близко. Нет, давай в Хевиз. Я такая, Коля, а ничего, что до Хевиза 500 километров, а время 6 часов. Коль такой, все нормально, после Луцка нам уже ничего не страшно. То есть буквально там первые попавшиеся апартаменты, я ничего там не читала. Ни условия, ни, значит, предоплата, непредоплата, во сколько заезд. Мы, на самом деле, сильно рисковали, потому что мы приехали, мы где-то около 11. И если бы нас там не приняли, то, в общем-то, ну, был бы конфуз. И представьте себе, это жилье мы бронировали на ближайшие 3 дня. То есть это не просто забронировать и отменить. И что вы думаете, действительно, его спросили, как только мы подъехали, буквально это было прям секунды. Мы подъезжаем, у нас спрашивают паспорта и тут же просят показать бронь. Мы эту бронь показали и после досмотра, после прохождения границы оказались в Ленгрии и поехали в Хевиз. До Хевиза наш путь занял около, наверное, 5-6 часов. И там мы были очень благожелательно, гостеприимно приняты. И посмотрите, какое жилье в результате мы забронировали, в каком жилье мы оказались, которое было забронировано буквально за долю секунды. Ну что, пришло время познакомить вас с виллой, с теми самыми апартаментами, где мы в срочно-оборочном порядке забронировали свое жилье в Хевизе. Вот такой здесь дворик, как раз сюда встает автомобиль. По сути, здесь двое апартаментов, Фрэнс Вилла и Фрэнс Вилла 1, они на букинге представлены все. Вот такой уютный дворик. Так как на холмах находится город, то тут такие многоуровневые. Живем мы на третьем этаже, наши апартаменты находятся. Те самые, которые мы за пару минут сняли буквально. Здесь, по идее, мне кажется, комфортно довольно-таки двум семьям. Ну или там, например, со взрослыми детьми мы прямо уже смотрели. Такая полочка, дверь. Комната. Очень комфортная кровать. Сушилка эта стояла на балконе, но мы ее сейчас занесли, потому что дождик. И вот видите, вот этот диван, по идее, на нем можно и ребенка разместить. Халаты вот эти идут стоимостью, и с ними очень удобно ходить на озеро. Санузел. Все необходимое. Вот фен, который тоже может пригодиться после озера. Вот так это все мило и довольно уютно выглядит. И самое главное то, что здесь есть кухня. То есть не надо заморачиваться с едой. Продукты здесь стоят так же, как примерно и у нас. И в принципе купил что-то легенькое, быстренько приготовил себе. И плюс еще так же есть балкон вечером. Можно посидеть здесь поужинать или позавтракать, когда хорошая погода. Вот сегодня дождик пошел, поэтому мы завтракали в апартаментах. И стоит это все, мы отдали где-то, ну за три дня мы отдали порядка трех, ой, за три дня мы отдали около шести тысяч рублей. То есть две тысячи рублей в сутки за двоих человек. Мне кажется, это вполне себе очень даже приятная цена. Что надо делать в Хивизе? А на самом деле жить настоящей жизнью курортника. Ведь основа здесь это уникальное озеро с химическим составом, уникальным, конечно же. И как вы думаете, зачем мне вот эта вот фигня, это приспособление, которое нужно для того, чтобы принимать водные процедуры. Кстати, температура в озере и днем, и ночью, и зимой, и летом одинаковая все время. Оно очень глубокое. И чтобы полностью там быть погруженным, а нужно полчаса там находиться в неподвижном, вот такие штуки дают, чтобы они держали тебя на воде. Ну и, конечно же, мы пару дней жизни курортника поживем. Так как сюда много русскоязычных людей есть, в Хивиз это очень популярное место, то даже вот на русском языке, и, кстати, очень много надписей на русском языке, меню, например, ресторан. Вот пока по галереи идешь, здесь можно познакомиться от остатки, останки римских бань на озере Хивиз, на русском языке все. Ну и на английском тоже есть. На немецком здесь немцев очень много есть, так как недалеко от Германии, Венгрии, от Австрии. Вот люди там кайфуют, горные породы, то есть, по сути, как крыльевические музеи. Потому что народу очень много, мы вот ходим уже, мы свободного лежака найти не можем, все занято абсолютно. Здесь большая достаточно территория, но занято все. Таким образом выглядит принятие процедуры. Люди заплывают, ну, либо в центр озера заплывают, либо там есть много мест, где можно просто находиться, держаться. И полчаса находятся, принимают вот эту целебную воду. До 38 метров, посмотрите, здесь глубина. Люди плавают, но, как правило, доплывают и на одном месте находятся. Кстати, на улице сейчас где-то плюс 20, конец сентября, но, в принципе, мне кажется, вообще зимой тут очень кайфово. Ну, в межсезон вообще хорошо. На улице как-то немножечко прохладненько, а туда, я думаю, заходишь и прям вообще классно. Слушайте, ну, ощущение абсолютного релакса. Это, ну, действительно, она сероводородная. Я вообще очень запах сероводорода люблю, как будто бы в тебя это все проникает. И ты прям как будто бы с этой водой прям растворяешься. Ну, действительно, говорят, она очень сильная, эта вода. И вот как раз за моей спиной часы, они бьют раз в 15 минут, чтобы люди могли контролировать время. И каждые полчаса объявляют время на нескольких языках, в том числе и на русском языке. Так, это термальный буфет. Что мне венгерских нравится в буфетах всегда. Вот обратите внимание, здесь всегда в продаже есть вино. И стоит оно 700 форентов. Это значит где-то 170 рублей. Ну, то есть, мне кажется, все достаточно приемлемо. 300 грамм вина, их местное вино, и оно очень вкусное. И вот, например, разливной пив Шапрон. 05 литров, 790. Что-то около 180, по-моему, рублей. Ну, конечно, есть кофе, еда всякого. Ну, еда, ну, наверное, как в наших аквакарках, например. Вот, например, хот-дог 690. Это что у нас получается? Это где-то 160-170 рублей. Вот хот-дог только стоит. Вот, донор-кебаб. И кола 1900 форентов. Это что-то порядка 400-350 рублей. Немного о ценах. Вот смотрите, так же у них указывается сыр на сыр цены, как у нас за 100 грамм. Они, видите, как прикалываются. 299 бакси. Это значит на 23... На 23... Точнее, 100 форентов это 23 рубля. И это получается, что это около 700 рублей. Ну, примерно так же, как у нас. Вот гарганзола. Это 600 рублей. Это что, 1300, что ли? Посмотрим колбасу. Ну, тоже 700 рублей. Вот такая колбаса. Но она у них, правда, вкусная, надо сказать. Колбаса, кстати, вареная. У них недорогая. Она... Получается, вот, 179. Вот это тоже гарганзола, это где-то что-то рублей. Ну, как недорогая, наверное, так же, как у нас, 400. Вот. Честно говоря, я... Два года назад, когда мы ездили, я что-то прям была уверена, что здесь сильно дешевле. В Венгрии. А сейчас, ну, видимо, из-за курса евро, хоть здесь у них и форенты, но все равно цены... Ну, вот, 289 рублей. Это шоколадка, Милка. Это что у нас получается? 360, что-то, 70 рублей. Слушайте, напишите вообще, сколько у нас шоколад стоит. Вот где-то 70 рублей вот такая шоколадка. Так же, как у нас, или нет? Я вот не понимаю. А, вот мясо, интересно. Это уже за кило. Вот свинина, 1129. Это получается еще... Не могу я обойти вниманием вот этот отдел. Вот, посмотрите, вино 699 рублей. Это порядка где-то, значит, 180 рублей. И таких цен здесь 900, например. То есть не рублей форентов, 900 форентов. Это 230 рублей. Тысяча форентов. Что-то около 230 рублей. 699 форентов. И оно реально нормально. Я сама его пила. Хорошее, приличное вино. Нет, то есть в призелах 300 рублей. Тут оно все. Тут здесь 529. Слушайте, я в шоке просто. Ну что, вчера у нас был день Лени. А все потому, что мы с утра решили пойти на озеро. Вообще у нас были далеко идущие планы грандиозные. И с городом познакомиться, и в принципе погулять. Но озеро наши все планы попутало. Потому что мы туда пришли, 3 часа там пробыли. После этого, видимо, этот серый водород, он такое воздействие на человека оказывает, что невозможно после него ничего делать. Ты как будто бы растекаешься просто. И в результате мы просто не смогли физически никуда больше пойти. Мы пришли после озера и отдыхали. Но в принципе отпуск, имеем право. А сейчас мы с утра уже едем. Мы решили, что мы больше такой ошибки не будем повторять. И надо сначала с утра чего-то куда-то съесть. Посмотрите, мы нашли, что недалеко от местечка Топольца, точнее недалеко, а в нем самом, находятся карстовые пещеры и подземные озера. И вот мы как раз сейчас едем туда. Для проезда по платным дорогам нужно покупать виньетку. Виньетки продаются во всех заправках. И вот мы сейчас ее оформляем. А это стоимость. Вот обычный автомобиль на 10 дней, 1530 форентов. Виньетка электронная. Это вот так выглядит чек, который дают. Здесь номер машины отражается. Здесь, в принципе, все отражается. Откуда автомобиль, на сколько дней. Вот видите, 10 дней. Номер автомобиля. И бумажку не дают, которую клеить. Он вносится в базу. И на платных трассах считывается потом уже, что вы едете по виньетке. Но камеры стоят везде, поэтому лучше ее, конечно же, покупать. Парковки здесь платные. Но вот мы нашли парковку рядом с отелем. И поставили машину. Надеюсь, что ничего нам не будет. Но вот мы приехали. Вот это вход в это подземное озеро. Там внутри куча народу. И вообще мы не понимаем, попадем или нет. Билеты на сайте нам не удалось вчера купить. Мы просто, называется, на свой страх и риск приехали. Да, карты можно оплатить. Здесь стоимость экскурсии 2,5 тысячи форентов. Значит, на двоих 5 тысячи. 2,5 тысячи, это что-то около 600 рублей. Так, вот так ты вот подносишь. Ага, и можно проходить. Ага. 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 В общем, нифига не понятно. Так как по-венгерски, естественно, проваливают. Но все идут туда. Мы тоже идем туда. Слушайте, вот это, похоже, уже настоящие пещеры начались. Действительно, порода такая мягкая, как песок спрессовавшийся. Вот как-то так это происходит все. И действительно очень тепло, прям очень комфортная температура. Мне кажется, зимой вообще прикольно. Из холода в тепло. И эта пещера, да, так странно. Вот они сажают. Он отправляет, и они дальше плывут. Грести нужно самим. Но здесь, я так понимаю, мелко. Тонуть сложно. Вот это такая красивая. Она холодная. Я думала, она теплая. Видимо, кто-то утонул. Ну, что? Слушайте, ну мы поплыли. Коль пытается грести. Она перевешивает. Она все равно как-то перевешивает. Ой. Ой, вот это вообще, конечно, стрёмно. Блин. Что-то надо. Боже мой. Слушай, давай, может, я... Тише, тише, тише. Вообще, ни касок не дают. Ё-моё. Она перевешивает. Обычно в каких местах каски дают. Ну, тут что-то, по-моему, особо люди не заборачивают. А, где мы в Пармитее, да, в Грузии мы тоже так же. Ну, там прям дают каски. Там такие прям меры предосторожности. А тут что-то вообще... Блин, тут так тесно. Слушайте, ну, очень прикольный аттракцион, конечно, я бы сказала. А, тут опять? Нет, самим сложный аттракцион был поворотом. Почти он выглядел, как разворот. Ой, вообще, кошмар. Это прям очень... О, он тут глубоко. О, тут, да, тут началась глубина. Какая уже приличная. Вот опять здесь пригинаться надо. Слушайте, ну, мне нравится. Это получается 600 рублей, да? Примерно 100-650 тебе рассказывают про историю. И потом ты еще вот так вот плывешь в этой лодке. Блин, прям вообще круто. Мы зашли в инфоцентр, взяли вот такую карту, даже есть на русском языке, решили немножко прогуляться по городу. А вот сейчас, например, набрели на развалины древнего города, который заложен, был построен еще римлянами, вот эта крепость. Представляете? Ну, а это мельничное озеро. Именно из-за термальных источников здесь римляны создали в свое время город. И как раз эта мельница была практически с самого начала римлянами создана, много раз перестраивалась, а сейчас она является символом города. Рыба, слушайте, в мельничном озере такие огромные рыбы вообще плавают. Живописный, милый и очень колоритный город. Прям мне очень зашел этот городок Топольца, недалеко от Болотона. Кстати, не путайте, есть мишка лица Топольца, он вообще в другом месте находится. По дороге Топольца в Хивис мы решили заехать на Болотон, задали рандомную точку на озере. И вот такое нас встречает. Это вовсе и не озеро, а это море настоящее. Смотрите, волны даже. Оно бескрайнее. Вот вокруг вот такое вот все. Обалдеть. Ну, она прохладная. Не, она прохладная, конечно, но не беспредельно прохладная. Мне кажется, прижимание искупаться можно в ней. Очень мы любим во всех местах посещать костелы. И вот смотрите, какой он прикольный. Это Чивизи. Голубой костел. Не стал он, конечно же, исключением. Сейчас мы хотим внутрь зайти посмотреть. Так, как там внутри, и вот напротив как раз Стефанус. Вот такой, видимо, святой Стефан, что ли. Наверное, тоже церковь принадлежит. Это здание. Вот мы сегодня уезжаем, и погода испортилась. А вчера было жарко. Очень. У нас прям все как будто бы рассчитано. Вот смотрите, вот такой вот паровозик ходит. Экскурсионный по Хивизу. А, ну вот он, наверное, сейчас поедет. А, ну вот он, наверное, сейчас поедет.